Чем новая технология превосходит те, что сейчас применяют на предприятиях, профессор Самарского технического университета Ильдар Ибатулин демонстрирует на примере обработанные детали. Ученые из Самары разработали уникальный балансировочный комплекс для вращающихся элементов машин. Он обеспечивает точную автоматизированную балансировку. В результате детали обрабатываются в разы быстрее и качественнее. Сейчас у нас разработана уже автоматизированная система, которая позволяет балансировать это. Сейчас мы ищем индустриального партнера, чтобы перейти на стадию коммерциализации, уже изготовить такой аппарат, полностью наш, уже не арендован. И таким образом приносить пользу Самарской области путем реализации вот этих вот новых технологий, в нашу промышленность, в наше оборудование. Инновационный подход находят и к гуманитарным наукам. Искатель РУН, так разработчики компьютерных программ, назвали образовательный проект для школьников с 1 по 5 классы. В игровой форме детей учат русскому языку и истории. Начинался проект как мобильное приложение. В итоге дошли до школ. Дети на уроках могут использовать эту программу. Мы работаем во многих уже школах. У нас не только в Самаре, но и в России. У нас есть партнеры, производители электронного оборудования различного вида. Это и электронные столы, и электронные доски. О проектах с большими перспективами рассказали резиденты регионального центра инноваций «Стартап Самара» на встрече с губернатором Николаем Меркушкиным. Центр был создан в 2014 году и сегодня известен не только в России, но и за рубежом. Самарские проекты – победители международных конкурсов. «Стартап Самара» поддерживает начинающих предпринимателей, занимается трансфером технологий и помогает привлечь инвестиции. Как раз наша задача является то, что мы должны создать большой поток качественных проектов в Самарской области. Собственно, наша миссия – это помогать амбициозным, балансовым людям, реализации их идей, создавая благоприятную судьбу для предпринимателей инноваций. То есть, ключевые слова – это люди и среда. Опыт Самарского центра отмечен Минэкономразвития России. Больше 250 самарских проектов получили финансовую поддержку от федеральных институтов развития. За последние два года на воплощение идей привлекли около 600 миллионов рублей от фонда содействия «Инновации». Активно молодых предпринимателей и ученых поддерживает областное правительство. Что касается инноваций, ставим для себя это как важнейшую задачу. Без собственных усилий, без собственных инноваций, без собственных технологий, в итоге собственных технологий нам очень и очень сложно будет развиваться, поддерживать и повышать жизненный уровень людей. Региональный центр инноваций сотрудничает с вузами региона. Одна из главных задач сегодня – привлечь к реализации инновационных проектов крупные предприятия. Помочь в этом может сотрудничество с Советом ректоров и Союзом работодателей региона. Марина Кравцова, Станислав Левин. События.